Всем привет! Это программа Бункер Эс и в студии ее ведущий. Шоумен Дмитрий Шарланов. Всем привет! Музыкант Дмитрий Жохов. Здравствуй. Меня зовут Максим Ролевой. Мы продолжаем обсуждать новости не серьезно, а серьезно. Самарские блогеры потребовали прекратить называть Самару городом-курортом. Сначала отмойте от грязи, народ культуре обучите, объекты культуры и туризму постройте, а то как цыганская лошадь, голова в цветах, а все остальное в навозе, аргументировали юзеры. В Самаре до этого название еще впахивать и впахивать. Какой курорт? Грязь, пырь, бескультуре, понебратство, скорее город Таргаш. Нет, ну тут после этого скорее город Таргаш. Еще так сделали они в это время. На картах и с семками. Да, да. Не, ну что, что, что. Город-курорт, город-курорт. Да, всегда так называли Самару. Я считаю, что называть надо так продолжать. Вообще-то сейчас глубоко копнул. Я потому что не поленился и открыл эту новость, и почитал комменты от людей, которые знают историю. И, в принципе, город-курорт идет вообще издревле, скажем так, с тех самых пор с купеческих, когда Самара была купить. Ну она, в принципе, сейчас как бы а-ля купеческий. Но когда все начиналось, да, тогда уже было название город-курорт. А кто эти блогеры? Кто ты? Как тебя зовут? Сюда иди, расскажи мне. Поэтому как бы, ну вот, все понятно. Ну все хотят... Хайпануть. Возьми, сделай что-нибудь. Возьми метлу, подмети ее мою. Давай прям отмойте от грязи. Ну все знают прекрасно, что чисто не там, где моют, а там, где не мусорят. Ну давайте с себя каждого брать. Я, например, вообще даже... Ну я вот мусор выкидываю только в урну, в машине всегда это складывают. А я еще разбираю мусор на разные мусоры. Ну ты более старый. Причем в мусорке уже в самой. В самой, да? Так, народ культуре обучите. Ну я считаю, у нас все хорошо с этим. Народ потихонечку обучает. Да нормально у вас из культуры. Что еще надо с культурой? Я не помню, значит, да? Это же мне тут пишут всякое, а? Так, объекты культуры построите. Ну что у нас? Академический театр есть? Так. Есть. Причем академический всего в России. Это там штук 17-20, наверное, да? И немного. Театр оперы и балета есть? Отличный. Отличный. Ну что еще надо? Площадь почти самая большая в Европе есть? Цирка нет. Реконструирует сейчас. Реконструирует. Дворец спорта? Да, тоже будет. Сутбольный стадион. Аллилуйя. Вы забывайте самые основные. Какие? Да. В Самаре есть Максим Рулевой, Дмитрий Шарланов, Дмитрий Жухов. Боже мой, ребята, самые скромные люди, да? Самарские. Самые творческие, культурные и не баратские люди. У нас есть матушка Волга, да? Бери, отдыхай. Я не спорю. Вот есть места, где спускаешься в жару к Волге, и правда, немножко страшно становится, да? Ну, это, как бы, в Сочи тоже не всегда было так, как сейчас, как скажем, да? Может быть, я и защищаю, оправдываю, там, хоть и не родной, но очень любимый город, но сядь ты на лодку, уедь на ту сторону, отдыхай там. Я думаю, тут все проще. Не нравится? Самарская модель, не будем называть ее имя, опубликовала прайс настоящей девушки. Внимание! По ее подсчетам, ей от Кавалера нужно около 75 тысяч рублей в месяц. Из них 36 тысяч на косметику и внешний вид, 5 тысяч на обувь, десятку на другие вещи. Кроме того, ухажер раз в полгода должен обеспечивать девушку ботоксом для губ, против морщин и для волос, новым айфоном, золотыми украшениями и отдыхом за границей или в России. Так что, когда в следующий раз подумаешь знакомиться со мной, взгляни на этот прайс, дорогой, и подумай, потянешь ты лямку. А до тех пор не трать мое время на тупые привет, давай знакомиться. Я знакомлюсь, ну не я, да она так говорит, только с состоявшимися молодыми людьми. Вот так вот резюмировала эта модель. Сказала девушка и уехала в Кениль. Не, вообще круто. А там, подожди, там не написано, что она обещает делать за этот прайс? Вот это отдельная история. Это отдельный пост. На эту темно я предлагаю как раз и обсудить. Ну как минимум, она должна выиграть чемпионат по клинингу. Хотя бы два раза вообще. Лучше три. Мне кажется, что даже по керлингу нужно тоже за 75 тысяч в месяц-то вообще легко. Смотрите, 36 тысяч рублей на косметику, то есть на ботокс для морщин и для волос. Что так можно было? И сюда, и сюда. Везде можно. Везде сразу. Уколол в лоб и в волосы сразу? Уколол в голову. Главное, уколоть в голову, хорошо. И все будет нормально. А вас не возмутила цифра 5 тысяч рублей на обувь? Вот я тоже не понял. Не возмутила? 36 на косметику, а 5 на обувь. Ну с ногами у нее все нормально, ничего непонятно-то вообще. А, у нее педикюр хороший. У нее с лицом беда. Так, и 10 тысяч на другие вещи, на какие? Я думаю, что скорее всего на сезонку для городского транспорта. Семки. Семки. Однозначно. Кукуруза. Кукуруза вареный. Ну, на самом деле, сугубо утилитарный подход. Ты мне 75 тысяч, я тебе что-то. Что-то это, наверное, уже... А я тебе улыбнулась утром. Это уже каждый сам договаривается. За 75 тысяч я разрешаю юзать свое тело, как тебе хочется. А может, и не разрешает? Ты же... Нет, Дим, а личных фантазий давайте помолчим, пообсуждаем пока девушку сейчас. Короче, что-то она обещает за эти 75 тысяч. Неважно что. Ничего не обещает. В том-то и дело. Ничего. Ничего прямо. Ничего. Я знакомлюсь только состоявшимися молодыми людьми. Молодые люди и состоявшаяся, по-моему, где-то нестыковка. На самом деле... Нет, вам не кажется? Ну, тут она говорит, что она знакомится. То есть, 75 даешь, она начинает с тобой знакомиться. Ну, по-моему, на самом деле, все... Какой-то эскорт получать, в конце концов. На самом деле, все просто. Я должен сказать вам вспомнить. Все очевидно. Это слово, да? У меня просто другое. Все в голове крутится. Или ты пытаешься просто... Хорошо выглядеть перед супругой сейчас, сути Лизы. Нет, я пытаюсь вообще как-то культурно все это обозвать. Но это да, это чистокровный такой прям официальный эскорт. Хорошо, давайте прайс мужчины составим тогда в ответочку. Накидаем прям, накидаем. Обувь прям десятка прям сразу. У меня не такой педикюр, как у нее, поэтому хотя бы две пары обуви. Десяточка на обувь, хорошо. Ладно, ладно, шесть. Я знаю, где купить подешевле. Бензин, спортзал. Жигулей полторушку сколько стоит? Жигулей полторушку. 25 тысяч рублей. Ты про машину или про пиво? А не важно. Ты в день или как? Ну да, хотя раз в неделю вот так. Слушайте, ну 60 тысяч рублей, я думаю, нормально, да? То есть там все входит в наш прайс. Я думаю, хватит, да. Да, ну мы не такие приходящие, что ли? Сказали трое женатых мужиков, причем на троих. На троих 60 тысяч рублей, и нам хватит вообще. Нам хоре, да. Нам уже хватит в нашей жизни. Жены, мы вас любим. Самарцам стали известны подробности работы городской, внимание, службы охотников за ведьмами. Утренний развод они проводят у музея Самара Космическая. Как поясняют охотники, там самое чистое энергетическое место в городе. Ракета на возвышенности играет роль великолепной антенны со вселенной и порталами с потусторонними мирами. По словам ведьмочек, коронавирус позитивно повлиял на бизнес. Постоянное нахождение всех членов семьи в одной квартире на самоизоляции требует регулярной очистки жилья от нечистой силы. Кроме того, спрос на помощь со стороны ведьм, колдуней и прочих ясновидцев был зафиксирован в таких вещах, как отвороты, привороты и прочие тому подобные прибамбасы. Ладно. У многих людей из-за ковида появилась масса свободного времени. А вместе с тем и пришли различные шаловливые мыслишки. Слушай, такое ощущение, как ты сейчас описываешь ГИБДД. Развод с ведьмами и поехали. Я вообще влюблен, что только в Самаре есть такая служба охотников за привидениями. А есть же машина такая ездит. Это вот она и есть. Это майор полиции. Из Сызрани, естественно, откуда еще. Во-первых, понятно, кстати, как бы не брать эту новость, из-за ковида, правда, увеличилось количество разводов и количество беременных. Вы видели, сколько беременных по городу ходит? Причем мужиков тоже. Мужиков беременных тоже достало побольше. И как бы таких прям эгэгэй. Так, не настала пора с этим бороться. Кто может бороться? Только ведьмаки. Ну, они, видишь, там привороты, отвороты и прочее все. А просто вороты, а не делая ворота, нужно сделать. Это уже за отдельный ценник, да, и по-другому райдер совсем. Нет, ну что, у меня знакомая, она училась в Питере, она защищала свою диссертацию по приворотам. Это серьезно сейчас? Это я серьезно говорю. Она художник вообще, то есть все защитила. Защитила. То есть как это выглядело? Ахалай, махалай, спиридыш. Вот это вот, что это было? Не знаю, мы на самом деле можем сейчас троем тоже почистить ваши домашние чакры, помещения от плохой энергии. Я уже чищу, я воду почистил вам всем. Я вам почистил воду. Заряжаем ее как бы, да, сейчас уже давай. Сибироноси, Силю. Сибиронос, ракульпа, можно прям сверху. Что вы так на меня? Да, я много чего знаю. Шутки за 300 продолжаются. Можем зубы почистить? Да, всем. В онлайне, в онлайне. Все в онлайне. Но на самом деле, вы мне сегодня открыли глаза. Я, например, не знал, что в Самаре есть... Так это и есть наше призвание открывать... Поднимите мне вейки, это же оттуда еще пошло. Потрясающе. Сработал он тебе, значит, сработает он других. Подписывайтесь на наш канал. Мы интеллектуальная программа. Прежде всего. На этом все. Это была программа Бункер Эс. В студии были ее ведущие Дмитрий Шарланов. Пока-пока. Дмитрий Жохов. До свидания. И я, Максим Ролевой. Мы откроем все двери. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова